В Ивановском музее Камни теперь можно совершить путешествие не только в макромир при помощи планетария, но и в микромир. А поможет в этом новый цифровой микроскоп. Полезным приобретением довольные сотрудники музея, конечно, посетители. К микроскопу, который дает увеличение от 50 до 2000 крат, прилагается большой набор препаратов. Это фрагменты растений, насекомых, человека. Есть богатая коллекция минералов. У нас цифровой микроскоп. Это значит, что не только один человек может смотреть в окуляр, но и все желающие могут посмотреть то, что в этот микроскоп установлен на большом экране. Для этого мы берем... У нас есть 80 препаратов готовых. Мы берем, например, номер 7. Это голова муравья. Вот у нас голова муравья. Здесь ее, конечно, не видно. Мы с вами пойдем на предметный столик и смотрим. Вот можно посмотреть. Вот у нас здесь, посмотрите, пожалуйста, на экране мы здесь видим голова муравья. Чтобы вывести изображение на большой экран, нужно сделать снимок и подключить микроскоп к компьютеру. Юным посетителям музея каждый раз предлагают угадать, что появляется на экране. Так, например, выглядит при многократном увеличении перо птицы, а так шерсть собаки. Стоит отметить, что увиденному в микроскоп появляются не только дети, но и взрослые. Это было очень интересно и неожиданно именно увидеть то под микроскопом, что мы обычно видим, да, в большом каком-то объеме, а тут в микро. Это очень интересно. Лапки мухи, например, мы видели. Это было интересно. Мы песок. Андрей Иванович у нас руководитель музея собирает песок с разных месторождений и мест. И очень интересно посмотреть под него, под микроскопом. Рассматривать микроскоп можно не только прилагаемые препараты. Например, брать для исследования образцы пород, найденных во время экспедиции. При таком подходе постигать тайны нашей планеты становится вдвойне интереснее. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова